Навальному дали 3,5 года тюрьмы. За что посадили оппозиционера и почему многие недовольны приговором? Привет, с вами проект Ютубер, меня зовут Серж и сегодня мы обсудим самую громкую новость этой недели. Разберемся в нюансах того самого дела и в Роше и расскажем, за что блогеры ополчились на компанию в соцсетях. Ставь лайк, чтобы поддержать новый выпуск и продвинуть его в рекомендации, а мы начинаем. Алексея Навального приговорили к 3,5 годам тюрьмы по делу и в Роше. Суд заменил условный срок оппозиционера на реальный, как ранее и грозилась Федеральная служба исполнения наказаний. Кто бы, блядь, сомневался. Напомним, что в 2014 году Навальному дали 3,5 года условно за хищение и отмывание денег. По версии следствия, Алексей со своим братом Олегом организовали фиктивную транспортную фирму и убедили косметический гигант Ив Роше доставлять через нее товары в регионы по завышенным ценам. При этом на деле доставкой занималась совсем другая компания. За время сотрудничества Навальные получили от Ив Роше больше 55 миллионов рублей. Вот только следователи посчитали, что если бы фирма работала напрямую с транспортниками, эти затраты удалось бы существенно сократить. Разницу оценили в 26 миллионов рублей. Именно их, по заявлению обвинения, и украли братья. Оба, Олег и Алексей, тогда были признаны виновными. Первый получил реальный срок за мошенничество, а вот второй остался на свободе. Оппозиционера приговорили к 3,5 годам условно с испытательным сроком. Это значит, что в течение определенного количества лет, в случае Навального 5, осужденный должен регулярно отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний. В августе 2017-го испытательный срок Алексея продлили еще на 1 год. Не будем грузить вас лишними цифрами и расчетами. Просто отметим, что с этим уточнением Навальный мог стать полностью свободным человеком только к 29 декабря 2020-го. Именно нарушение условий испытательного срока и послужило официальной причиной ареста оппозиционера в аэропорту, о котором мы отдельно рассказывали в одном из прошлых выпусков. Кликайте по подсказке, чтобы освежить память. По заявлению в СИН, только за прошлый год, еще до своего отравления, Алексей по меньшей мере 6 раз пропускал регистрацию, а после и вовсе пропал из поля зрения службы. Угадайте почему? Навальный был отравлен. Ясно, понятно. Пока весь мир наблюдал за лечением и восстановлением Навального в Германии, российские силовики потеряли оппозиционера и даже объявили его в федеральный розыск. А? Че? Я? Где? Кто здесь? Вроде как из Шарите Алексея выписали еще в конце сентября, а все дальнейшее лечение он так и не подтвердил официальными документами. Это выглядит странновато, потому что мой условный срок уже закончился, тем не менее они там снова что-то требуют. Вот только уверенность Навального в собственной правоте сыграла с ним злую шутку. Как вы наверняка помните, оппозиционера задержали прямо на пограничном контроле в Шереметьево, а уже на следующий день осудили прямо в Химкинском ОВД и приговорили к месяцу ареста. Апелляция по этому решению, которую рассматривали уже в настоящем суде, вполне предсказуемо не принесла никаких результатов. Приговор оставили и без изменений. Мне все было понятно до начала заседания сюда, спасибо. И, наконец, во вторник прошло еще одно заседание, можно сказать, ключевое, по замене условного срока Навального реальным. Его исход, в общем-то, тоже не стал сюрпризом. С учетом домашнего ареста по делу Ив Роше, под которым Навальный находился около года, срок его фактического заключения сократили с 3,5 до 2,8 лет. Это время Алексей проведет в колонии общего режима. Защита оппозиционера, естественно, заявила, что будет обжаловать приговор. Шансы на успех, правда, невелики. Но мы все равно посчитали нужным разобраться в аргументах сторонников Навального. Во-первых, сам Алексей и его адвокаты считают сфабрикованным и оригинальное дело Ив Роше. Я не хочу терпеть это вранье, я не буду его терпеть. Все же, ну, в буквальном смысле, вранье обо всем. От первого до последнего слова, понимаете? Государственные СМИ давят на то, что заявление на Навальных подал представитель иностранной компании. И это якобы исключает возможность политического заказа. Вот только по удивительному стечению обстоятельств топ-менеджер Ив Роше Бруно Лепру, с заявления которого все и началось, так и не был доброшен в суде и вообще покинул свой пост еще до вынесения приговора по делу. Если бы он явился в суд и честно рассказал бы о том, почему он написал заявление, то тоже бы прояснило те подозрения, которые существуют до сих пор, о том, что на Бруно Лепру, на генерального директора Ив Роше, было оказано давление. Суд заявил, что мужчину не нашли, а потому и не смогли доставить на заседание. Просто вдумайтесь, как удобно. Кроме того, защита настаивала, что Алексей Навальный вообще не имел никаких дел с фирмой брата. По сообщениям СМИ, даже свидетели, все как один утверждали, что слышали о нем только по телевизору и лично не сталкивались вплоть до суда. Как вы уже поняли, ничего из этого не повлияло на решение по делу в 2014 году. Но и после аргументов в пользу Навального было достаточно. Например, одна из двух статей, по которым был осужден Алексей, утратила силу в 2016, а вторую годом раньше затронула амнистия. Ну а если этого мало, 17 октября 2017 года Европейский суд по правам человека постановил, что дело и в Роше было рассмотрено с нарушениями и назвал приговор произвольным и необоснованным. Российская сторона тогда отказалась оправдать Навального и даже снова открыла дело для рассмотрения новых обстоятельств. Мы безусловно понимали, что Верховный суд устроил какую-то гадость. Вот только результатов это не принесло, и в июле 2018 года Алексей получил более 4 миллионов рублей компенсации от правительства России. И это выглядело как признание решения ЕСПЧ. Собственно, по этим причинам новый приговор Навального и вызвал такую бурную реакцию общественности. Только во время самого заседания у здания суда было задержано 370 человек. А вечером 2 февраля в Москве и Санкт-Петербурге прошли новые протесты с самыми жестокими схватками с силовиками. Кадры с откровенным насилием добавлять в ролик мы не можем, поэтому опубликовали видео в нашем Телеграм-канале. Ссылку на него оставляем в описании. Российские блогеры, к слову, тоже подключились к обсуждению приговора. Николай Соболев назвал суд над Навальным публичной демонстрацией крупнейшего обесценивания права в истории Новой России. И с удивлением прокомментировал высказывания тех, кто выступает против оппозиционера. Больше всего меня поражает, когда какие-то люди пишут «Лучше бы Алексея Навального посадили на пожизненное». То есть 3,5 года ни за что не очень впечатляют этих людей. Может быть, этих людей впечатляют другие цифры. Например, то, что 50 миллионов человек в России живет без горячей воды. Например, что 23 миллиона человек живет без отопления. Данила Поперечный написал, что неудивлен исходом дела, но все равно до последнего надеялся на чудо. Руслан Усачев проиронизировал на тему того, что после заседания в России реальную судебную систему заменили на условную и емко добавил «позор». «Макс плюс 100500» написал о том, что его бомбит после заседания по делу Навального. А Ксения Хоффман добавила, что после такого беспредела становится страшно жить в стране. Руслан Соколовский тоже высказал недовольство приговором, при этом не упустив возможность уколоть коллег по цеху. Жириновский говорит, что Навального вообще стоило посадить на 20-30 лет, и он еще легко отделался. «Молодец, Мэдисон, молодец, Хованский, поддержали правильную партию, ага», написал он в Твиттере. А в Инстаграме тем временем к протесту подключились бьюти-блогеры. В соцсети активно распространяют хэштег «Байкот и в Роше» с призывом отказаться от продукции компании, ответственной за сомнительное дело против Навальных. Акцию уже поддержали Наталина МЮЭй, Дарья Каплан и Марьяна Ро. Кстати, о последней. В аккаунте Марьяны уже не раз появлялись высказывания в поддержку оппозиционера. Блогерша даже поехала с цветами встречать Алексея в аэропорту. В этот раз девушка пошла дальше и поделилась с подписчиками любопытной информацией о том, что блогерам, которые проявляют симпатию к Навальному, стали угрожать потери рекламных контрактов. Чтобы понимали, крупным блогерам сейчас угрожаю тем, что они больше никогда не получат крупные контракты с брендами. Они будут сидеть с Галяком в кошельке. Знаете, ну, значит, такова судьба. Ну, не дано мне иметь кучу денег, извините. Не будет у меня Кэлла Чаяква дискотеки, простите. Пока никто из коллег Марьяны по благосфере эту информацию не подтвердил, поэтому спросим у вас, верите ли вы, что на лидеров мнения оказывают такое давление. На сегодня это пока все новости. Мы будем и дальше держать вас в курсе событий и следить за ситуацией вокруг Навального. Чтобы поддержать нашу работу, достаточно лайка и комментария под этим видео. Если не жалко, еще и репоста, чтобы больше людей знало о том, что происходит. А с вами был проект Ютубер, меня зовут Серж. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok